В области завершились пятидневные учебные военные сборы для старшеклассников. Пять дней юноши изучали основы воинской службы. Они стали взрослее, ощутив в руках тяжесть автомата. Закрытие смены военно-спортивного лагеря «Патриот» Сергей Нишуков. В военном лагере есть время для отдыха, для хорошей песни, для общения с друзьями. Но главное все же служба. Пять дней не слишком много для того, чтобы стать настоящим воином, но достаточно, чтобы встать на его путь. Они изучили воинские уставы, познакомились с огневой и тактической подготовкой, беря пример с гораздо более младших товарищей, но уже почти настоящих бойцов, учеников казачьего класса Нинаковского филиала Уваровщинской СОШ. Сначала мы снимаем предохранитель, потом перезаряжаем и выстрелим на 45 градусов. Потом снимаем крышку, потом вытаскиваем пружину и распределить. Пулемет – грозное оружие, но не так романтичен, как клинок в руках настоящего казака. Очевидно, что базой для военно-спортивного лагеря Нинаковский филиал Уваровщинской школы стал вполне закономерным. Мы уже ездим на соревнования в областной центр казачьей школы, проводим там соревнования. Тоже и занимали и третьи места, то есть призовые места, и по рубке шашкой, и метание саперных лопат. В торжественном строю курсанты военно-спортивного лагеря слушают лирические песни в исполнении местных артистов. В них говорится о судьбе России и о долге мужчин быть ее защитниками. Об этом же танец юных казачек. Сейчас очень важно патриотическое воспитание. В такое время мы сейчас с вами живем. Этот военно-спортивный лагерь «Патриот» функционирует на этой базе уже 16-й год, 16-й раз. Ну и в конце концов, это дружба, за 5 дней они сдружились, и они будут эти дни вспоминать потом в своих дружеских посиделках. Торжественным маршем курсанты лагеря проходят по школьному двору. За эту смену их лица стали взрослей, а шаг тверже. Наши союзники лишь армии и флот утверждал император Александр Третий. Лишь патриотизм может и объединять народ, говорит сегодня президент. И в самом деле, надо держать порох сухим, а шашки... На готове. Сергей Нишуков, Илья Демин, Александр Щеднов. Область новостей.